Меня зовут Борис, я расскажу вам о медведях. В прошлом году, наверное, многие из вас видели мою лекцию про My Little Pony Friendship is Magic. Это был большой фэндом, который стал социокультурным феноменом, породил целую религию в интернете. Нынешний сериал, конечно, не настолько грандиозен, но, тем не менее, We Bare Bears, безусловно, стал хитом своего сезона и пришел к значительному успеху. Как так произошло о медведях? Немало песен сложено у нас. Мы помним Винни-Пуха, фактически альтернативного Винни-Пуха Бориса Захадера, советский мультфильм Йоги-медведь, там Care Bears, который почти обошел нашу страну стороной. Но этот сериал появился совсем недавно, и фактически он побил рекорды успеха в том году, который вышел. И хоть его фан-база не такая большая, как Борни, он заслуживает рассказывать о себе. С чего же все начиналось? В далеком 2011 году корейский автор Дэниэл Чонг опубликовал веб-комикс. И все еще можно найти тред на форуме старом, где он рассказывает, что, ребята, я тут рисую картиночки, не оцените ли на каком-то там старом форуме веб-комиксов про трех медведей, которые вот так ходят, стоя друг на друге. Характеры еще там были не прописаны, характер белого медведя слабо отличался, большинство персонажей еще не было. В общем, забавно это выглядело, и долго комикс не длился. В 2011 году он, собственно, закончился, но Дэниэл Чонг не бросил эту идею. Он через четыре года спустя, он работал на Pixar, на большую студию обычным аниматором. Через четыре года спустя, когда он добился права на сольный проект, он, наконец, воплотил вот этот проект свой, оставленный четыре года назад, который все это время он улучшал. В 2015 году вышла, наконец, первая серия V-Bear Bears уже на Cartoon Network, на канале с большой конкуренцией, с большим именем, где не так редко сериалы имеют второй сезон. В апреле этого года начнется уже третий сезон. Вот уже скоро V-Bear Bears – это Дэниэл Чонг, и он вот расписывает сценарные планы очередной серии. Какие же состоящие успеха были? Их много, мы будем касаться их в течение всей лекции. Во-первых, живые персонажи. Очень живые персонажи, чему способствуют и актеры озвучки. Это Бобби Монихайн, Панда, Эрик Эдлстайн в центре Гризы, и Дмитрий Мартин, Белый. Дмитрий и Бобби – это популярные актеры-комики, комедий-центров, то есть у них есть свои шоу, они известны. Эрик Эдлстайн – единственный настоящий актер, который снимался в кино до них, но в его странице на Википедии о нем до сих пор написано, что наиболее известен по роли медведя Гризы в мультфильме V-Bear Bears. То есть он, видимо, не очень был все-таки успешен именно как real-life актер, но вот успех пришел к нему здесь. В общем, благодаря ним образы медведей получились крайне живыми и, можно сказать, объемными, что видно даже по вот этой анимации. Рассмотрим тройку главных персонажей. Эти три медведя – братья по сюжету. То есть это никак не объясняется, почему они братья, несмотря на то, что это Гринди. Может быть, в каком-то сезоне мы узнаем эту тайну. С самого детства они знают, что они братья, они выросли в одной коробке. Грубо говоря, они не видели своих родителей. Но они уверены, что, конечно, они братья, потому что они знают друг друга с самого детства. Гризы – самый старший, самый ответственный медведь. Он одержим идеей подружиться с людьми. Как медведи живут в одном мире с людьми? И почему люди не паникуют, когда медведи разговаривают? Это никак не объясняется. Это остается такой милой подробностью сериала. То есть они живут в нашем мире, в нашей вселенной. Вот абсолютно. И Гризы хочет все время найти с людьми общий язык и терпит зачастую поражение. Просто потому, что он кажется довольно странным. Панда – это самый беззащитный брат. Такой аллергик, стесняш, все время сидит в своем телефоне, переживает поводу подписчиков на Фейсбуке, в Инстаграме. Если от него отписываются, он впадает в депрессию. Там хоть все время находит инфоповоды, пытается знакомиться с девушками через интернет. В том числе, собственно, с девушками, людьми. Вот. То есть это такой самый милый, чуть инфантильный персонаж. И, наконец, Белый. Белый часто лидирует в опросах фанатов. Какой медведь ваш любимый? Еще его называют Ice Bear. Он умеет почти все. Он занимается йогой, он очень ловкий, он может конструировать сумасшедшие технические гаджеты. При этом он замечательно готовит. Готовит всеми какие-то деликатесные блюда всей, так сказать, семье. Знает массу языков в разных селях. Он спокойно говорит с иностранцами. То есть это такой мастер на все руки, он очень хладнокровный, ну, белый, и в холодных местах. И он говорит о себе в третьем лице. Он говорит, белому это не нравится. И так белый так не думает. То есть тоже, да, такая своеобразная черта. Кроме тройки главных героев, есть второстепенные персонажи, которые появляются время от времени, но тоже играют важную роль в раскрытии образов сериала. Например, Хлори Парк. Вот эта девочка, которая стоит рядом с ними, Хлори Парк. Это корейская девочка Вундеркинд, которая прыгнула там через семь классов, поступила сразу в колледж и в старшую школу, точнее. И она не может найти там друзей, потому что все умнее ее, все... Наоборот, то есть все старше ее, а она настолько же умна. И всем она кажется ребенком, никто не хочет с ней заводить отношения. И за счет того, что она вот Вундеркинд, она проводила время среди книг, и она плохо умеет общаться с людьми, находить какие-то социальные связи. И она решила общаться с медведями. Вообще, она писала по медведям курсовую научную работу. Ну и до этого она познакомилась с медведями и выяснилось, что они могут стать чем-то большим, чем тема работы для нее, и они стали друзьями. Вот. Можно, конечно, предположить, что такая умная, талантливая, и скромная девочка Вундеркинд из Кореи связаны с тем, что автор сериала Дэниел Чонг, который тоже из Кореи. Но, в общем, по каким-то причинам ее родители корейцы тоже очень вежливые люди, которые, кажется, не очень одобряют ее знакомство с медведями иногда, но они слишком вежливые. Мы никогда не узнаем на самом деле, что они думают до конца. Также есть элементы криптозоологии в этой лекции. Это такой, так называемый, bigfoot, леший, Чарли. Он не очень хороших манер, но он леший, он не знает никаких манер. И он скрывается от журналистов, потому что как бы медведи никого не волнуют, говорящие, а вот он почему-то всех волнует, и все его хотят найти и сфотографировать. Он пытается дружить с медведями, но он очень плох в любых социальных взаимосвязях. И часто сам все протит, сам все чинит. И третий такой важный персонаж, ням-ням и ном-ном. Это коварная коала. Он является звездой YouTube, где у него там коварные видео, где он миленький, чихает. Ну, знаете, как коалы делают на видео, а на самом деле он коварный. Он глава медиа империи, которую он построил на этом. Он там строит безумные планы и часто пытался навредить в том числе медведям или как-то их использовать в своих целях. Что еще? Какие общие черты можем проследить в этом сериале? Куда вообще движутся сериалы для подростков в последнее время? Мы это видим и на примере My Little Pony, и Adventure Time, и темы нашей следующей лекции, безусловно, Gravity Falls. То есть сериалы для детской аудитории, Cartoon Network, уже снимаются не только для детской аудитории. Они затагивают тему подростков и взрослых. Например, в серии Occupy Bears просто синхронно фактически освещались события Occupy Wall Street, которые происходили в Америке. Была прямая отсылка тоже там. Медведи хотели выселять из их берлоги, и они устраивали компанию с футболочками, с социальной борьбой. И, например, высмеивается другая сторона, когда медведи заставили купить так называемые Nature Friendly сумки, которые дружественны к природе, вместо целлофановых вот этих вот пакетов. И они сначала ценили эту идею, но потом выяснилось, что когда все фанатично начали покупать эти сумки, чтобы показать, насколько они friendly, это нанесло больший ущерб экологии, чем даже вот изначальные целлофановые пакеты. Таким образом тоже высмеивается какая-то чрезмерная экологичность, чрезмерный экологический активизм и так далее. Мир шоу-бизнеса тоже. Дети могут задуматься над тем, так и хорошо мечтать быть звездой, мечтать быть каким-нибудь поп-певцом и даже звездой YouTube, потому что показывается, насколько это жестокий, страшный и во многом неискренний мир на примере тех же эпизодов с ням-нямом в первую очередь. То есть ролик пронизан социальным аспектом современной Америки, и если дети не поймут все, они поймут в целом парадигму добра и зла, то взрослые, конечно, поймут уже чуть-чуть больше, чуть-чуть дальше. Ну, конечно, отсылки к другим. В зале есть люди, которые поняли эту отсылку. Это к чему у нас? Какое аниме? Мой сосед Тотора. То есть многие дети, возможно, это старая довольно аниме, не знают, что это мой сосед Тотора. Вот в одной из серий они летят на гризы. То есть есть отсылки к другим культурным мемам. Хлори смотрит Adventure Time в одной из серий. И, например, у панды, у младшего нашего брата, есть подушка Дакимакура, которую он называет Микки-чан, и он с ней спит. В общем, она им очень дорога, как мы узнаем, потому что он вообще атаку. Это одна из его черт, тоже прямая отсылка к молодежной аниме-культуре. Естественно, фанатское сообщество хоть и не было таким грандиозным, но проводило оригинальный контент. В частности, большой простор для химонизации, насколько вот они могут быть удачными. Очень сложно было выбрать, потому что слишком много хороших химонизаций, слишком сочные образы, которые можно упрощать. Вот это замечательное, я бы еще это выделил. В общем, главные герои настолько харизматичны в своих чертах, что их очень приятно химонизировать, чем, к счастью, многие люди занимаются. Какие еще моменты можно ответить? Отсылка, да, к аниме. Думаю, кто-то из вас знает это аниме, да? Не очень жизни, ничиджо. По-японски тоже замечательная отсылка. Кстати, если вы смотрели ничиджо, то вы заметите, насколько образы вообще сливаются. То есть у меня даже есть подозрение, что Даниэл Парк тоже смотрел, возможно, ничиджо, и даже от него отталкивался чуть-чуть улучшая образы медведей, потому что это вообще идеальное попадание во все характеры. Ну, разве что белый медведь добрее, конечно, да, там, чем май, но не будем отвлекаться. Конспирологические теории. Конечно же, любой популярный сериал обрастает конспирологическими теориями. Одна из них, почему у белого медведя топор? То есть он красный топор. Он спит в холодильнике, ну, он белый медведь, ему жарко, и он ночует в холодильнике, и в нескольких сериях у него появляется вот этот красный топор, который он использует для какого-то хорошего обычного дела, что-то крафтит им, что-то рубит, но очень много двусмысленных намеков, и того, что фанатам кажется двусмысленными намеками, в сериях присутствует. Вообще белый — это главный мем. Сериалом была компания в прошедшем году Ice Bear for President, которая проводила массу креативов, массу лозунгов вроде «Мой президент белый». Ну, тогда президент США, если вы помните, белым не был, как и медведем. Подавались такие футболочки, и было достаточно, очень много разных постеров есть с белым медведем. Некоторые связывают это с тем, что на выборах 2016 года голосовать было вообще не за кого в США, и белый медведь казался единственным возможным приличным кандидатом к каким-то людям. Далее, сложные социальные аспекты. То, как медведи ходят, — это, по сути, классическая иерархическая структура общества. То есть что мы видим? Гризли — это лидер, он стоит наверху, и он принимает на себя всю ответственность. Он орицетворяет собой руководящий класс. Белый — он единственный, кто ходит, собственно, кто возит всех на себе и выполняет физическую работу, и он находится в самом низу пирамиды, имея самые разные умения. И панда — это классический такой прикормленный инфантильный средний класс, который, как кому-то кажется, ничего не делает, и непонятно зачем нужен, но при этом неплохо устроился. Но в мультфильме, в одной из серий показывается, когда медведи пробуют меняться местами, к чему это приводит? Что каждый хорош на той позиции, которая ему идет. То есть панде хочется быть наверху пирамиды, но на самом деле он боится той ответственности, которая принимает на себя Гризли, и у него нет той смелости, чтобы там находиться. И долго мечтая о том, чтобы стать верхним медведем, он стал несчастным, оказавшись наверху. То есть закладывается еще и мораль о том, что ты выбираешь свой путь в жизни, и какой путь бы ты не выбрал. Если ты слушаешь себя, это будет в любом случае хороший путь. Не обязательно лезть, допустим, всем наверх, или в средний класс, или еще куда-то. То есть это важные такие, можно сказать, социальные идеи. Ну и, конечно, сериала берет за душу. Есть детские серии, так называемые, где все медведи — это медвежата. И это одна из первых таких серий, где они пытаются сами себя продать. Вот они написали на коробке «Бесплатные медведи», чтобы хотя бы кто-то их подобрал. Они на шоссе в пустыне и весьма критической ситуации. Очень много душесчипательных моментов, которые также трогают зрители и привязывают его к сериалу. Не могу не показать этот кадр. Он кажется довольно смешным, но не буду спорить, когда вы посмотрите серию про Буи, то это одна из самых слизывых серий для меня была точно. То есть не буду, опять же, спорить. Есть моменты, которые его трогают просто. Ну и основная моя сериала, что при всех различиях в повадках, в, можно сказать, национальностях, или как это назвать у медведей, видах, разные люди, разных увлечений, даже не люди, могут находить общий язык, дополнять друг друга и взаимодействовать друг с другом. То есть мораль очень близка к морали предыдущего сериала, о котором я рассказывал то, что дружба — это магия, даже если это не лошади, а, собственно, медведи. Спасибо за внимание. Просто такой, а правда то, что вот эти вот самые первые зарисовки автора «Мы обычные медведи» были очень чернушные, очень… Ну, почернее, почернее, да. Это был веб-комикс со всеми составляющими, да. По сравнению с сериалом, они были более мелкие, без глубины, и чернушные, но, к счастью, Даниэл Чонг сделал из них выводы, и это выросло в замечательный сериал. То есть нужно работать над своим творчеством и улучшать его, не останавливаться на достигнутом. Да, еще вопросы. Можешь охарактеризовать вот эту девочку, которая из Кореи? Хлори Парк. В какой цепочке? Ну, ты говоришь, разные люди вот могут быть… Да, да. Допустим, для меня, пока ты мак, да, девочка должна быть вверх умной, чтобы перепрыгнуть через 7 каких-то кругов, чтобы хотя бы немножечко рядом быть с вот этим вот. Не, они тоже меньшинство, они живут в лесу, они же не учатся с девочкой. То есть девочка-вундеркинд, она перепрыгнула через 7 классов школы, и поэтому она не может найти общий язык с одноклассниками, потому что она младше их. Это имеет наношение к этому. А медведи просто, они отнеслись к ней нормально, они не смотрели на то, что она младше их, старше. Они стали ее друзьями, потому что они увидели в ней хорошего человека. Это является самым главным в данном случае. Мультфильмы уже не только для детей. Люди, наконец, смеют с тем, что мы, взрослые, тоже смотрим мультики. Вот такие люди, как я, я вот недавно списывался с 30-летним там серьезным мужиком, который колумнист, у него серьезная работа, у меня серьезная работа, я преподаватель японского. Мы обсуждаем шинку и суигинто. Да, вот 30-летние мужики. Что мы еще могли обсуждать? То есть люди смеялись с тем, что взрослые тоже не прекращают смотреть мультфильмы, и у хорошего взрослого до конца не умирает ребенок в сердце, как мне кажется. Поэтому нужно и для взрослых делать отсылки в мультфильмах. Я бы не сказал, что это именно мультфильм для взрослых. Это мультфильм на широкую аудиторию. И я думаю, мультфильмы только для детей. Они, конечно, тоже останутся. Но должен быть и этот спектр охватываться, чтобы взрослые тоже не забывали каких-то вещей, которые, возможно, они забыли где-то там на полпути, пока взрослели. По вашему мнению, хорошо, что теперь в мультфильмах и некоторые вещи для подростков и для взрослых. Ну, это повтор почти вопроса. Ну, да, да. Я считаю, что это хорошо. Я считаю, что нужно действовать на весь спектр, чтобы вся аудитория могла реагировать. Дети тоже будут реагировать на этот мультфильм. Ребенок посмотрит его, он, может, не поймет, да, что такое купай, берс и так далее. Но он понимает, что это несправедливость, когда выгоняют из квартиры, например, что не надо так делать, что нужно проверять человечность какую-то. Безусловно, такие мультфильмы, как Gravity Falls, который вот будет дальше, они полезны для всех, они полезны для любой аудитории. Это и Gravity Falls, и это не мультфильм для взрослых, как вам вот сейчас убедительно расскажут. Моя позиция именно такая. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!